Прорыв первой и второй линии обороны, он, скажем, катастрофическое влияние окажет на всю оборону российских войск. Оборона может посыпаться. Плюс это вызовет, скажем, очень сильное падение морального духа фашистов, что это также повлияет на такое, на появление такого снежного кома. Я думаю, что наше командование на это рассчитывает, но не ставит во главу угла. Потому что это может быть, но не обязательно. А к противнику надо относиться серьезно. Поэтому здесь мы делаем упор на уничтожение живой силы, на уничтожение техники, на нанесение глубоких поражений по логистике. Попытками, скажем, предотвратить выдвижение и передвижение оперативных и тем более стратегических резервов. На что, правда, у нас не всегда хватает средств, огневых средств. И именно поэтому мы, скажем, обращаемся к нашим партнерам о предоставлении нам авиации и о предоставлении нам дальнобойной и высокоточной и площадной артиллерии. По площадным нам пока дали кассетные боеприпасы, вот по точным, высокоточным дальнобойным ракетным средствам пока мы ответа не видим. Такие ответы есть и стороны Франции, и стороны Великобритании, но в количественном отношении таких средств недостаточно для того, чтобы осуществлять вот такую масштабную кампанию, для того, чтобы добиваться от, скажем так, существенных преимуществ. Причины этому трудно разделить этот вопрос, скажем так, на составляющие. Ну, попробую. Во-первых, сейчас очень много выходит иностранной критики, статей, отчетов. Где-то в июне у нас тут была группа исследователей, на которых посещала Донецкое и Запорожское направления во главе с такими серьезными военными аналитиками, которые представляют серьезные, скажем, центры по изучению войны. И в их, скажем так, ну, не то что отчета, такого отчета я не видел, была статья большая по НАВГАДИ в одном из иностранных СМИ. Где он говорил о том, что, в принципе, вот, скажем, есть недостатки у вооруженных сил, которые не позволяют осуществлять вот эти быстрые темпы наступления. И в таких условиях предоставление нам, скажем, вот таких высокоточных средств поражения, оно не будет оказывать такого серьезного воздействия. Причем, ну, скажем, я не ставлю квалификацию этих специалистов под сомнение, потому что их вывод-то, в общем-то, правильный, что помощь Украине надо продолжать, надо оказывать, надо усиливать эту помощь. Но когда вот такие выводы попадают в руки, скажем так, недобросовестных политиков или политиков, основной целью которых является сдерживание вот этих поставок нам военно-технической помощи, они их используют, в принципе, именно вот такие посылы, они используют для того, чтобы такую помощь не оказывать. Это старые приемы, они всем известны, поэтому тут трудно, скажем так, кого-то в чем-то обвинять. Тут единственное, тот совет уже нашему командованию, что это, в принципе, все вещи можно было предусмотреть и учесть в нашем планировании. Вот такие политические, отрицательные политические воздействия. Скажем, завышение наших ожиданий и в отношении наступления, и в отношении, скажем, поступления нам помощи, они оказывают, в общем-то, отрицательное воздействие. Об этом все говорили, все эксперты, что да, помощь – это хорошо, но вот сроки, там, подготовка, трудная логистика, большая стоимость – все это такие факторы, которые оказывают отрицательное воздействие на темпы и объемы поставок нам определенных номенклатур и определенных объемов вот такой военно-технической помощи. За этим я вижу, в принципе, скажем, такую вещь, что мы часто говорим о том, что поражение России на поле боя, выход на границы 1991 года, оно не даст нам гарантированной безопасности. Гарантированная безопасность может нам дать, ну, скажем так, серьезное поражение России вообще. И когда ставят вопрос вообще о ее существовании, как государственной единице. А такое может быть при совпадении нескольких факторов. Во-первых, военное поражение, а во-вторых, экономическое истощение. Так вот, по поводу экономического истощения, как раз вот на это работают, скажем, санкции и Европейского Союза, и особенно с помощью Соединенных Штатов и других стран. Но большинство экономистов, в общем-то, сходятся к оценкам, что существенное влияние или результат влияния таких санкций мы можем ожидать только в 2024 году. первый квартал 2024 года это уже вот начало такого серьезного, то что серьезного истощения, оно идет уже. А вот результаты такого истощения мы можем уже наблюдать уже вот в начале 2024 года. На это повлияют и санкции, повлияют и, скажем, вернее, ограничения на поставки технологических видов продукции в Россию. На это повлияют и снижение цен на энергоносители и так далее, и так далее. Поэтому вот я так думаю, что и американцы, и отдельные европейские политики, в общем-то, они на эти сроки ориентируются, чтобы именно тогда совпали результаты военного поражения. На этот срок они относят, скажем, возможность решительного наступления вооруженных сил Украины. Почему я об этом говорю, что именно поэтому нам необходимо учитывать это в наших военных планах. Почему? Ну, тогда возникает вопрос, а зачем же мы тогда вот сейчас ведем эту наступательную кампанию? Давайте тогда посмотрим такой вопрос. А если бы мы не начали эту кампанию? Вот мы сейчас уже, скажем, вооруженные силы сталкиваются с такой проблемой, как усиленная оборона, насыщенная очень оборона. Она достаточно сильно оборудована в инженерном плане, она достаточно сильно оборудована, скажем, и в техническом плане, и поддержана минными вот этими заграждениями. Если бы мы еще немножко затянули к этим наступлениям, то она была бы еще и насыщенными мобилизационными резервами, которые могла бы создать Россия за это время, получив вот эту передышку. И, скажем, имея меньшие темпы потерь, которые сейчас, ну, очень высокие, и ни экономика, ни мобилизационная система России, она не... Темпы пополнения вот этих ресурсов не успевают за темпами втрат потерь. И задержка вот с нашими наступательными действиями, она была бы еще одну передышку России, и тогда бы, ну, скажем, вот это вот уже последующее наступление, ну, было бы еще более сложным. То есть вот такой основной обобщенный вывод.